Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. До сих пор не утихают разговоры о том трагическом случае, который произошел в московской школе. Результат мы знаем, этот печальный. Две смерти, поломанная судьба подростка. Так насколько сегодня легко можно стать владельцем огнестрельного оружия? Владельцем огнестрельного оружия стать нелегко. Для того, чтобы стать владельцем огнестрельного оружия, гражданин должен пройти ряд процедур. Кроме этого, гражданину предъявляются соответствующие требования. Значит, он не должен быть у нас судим, не должен иметь административных правонарушений. Значит, не должен административные правонарушения иметь за употребление наркотических средств, психотропных веществ. Значит, кроме этого, должен обучиться, пройти проверку на пригодность, значит, по применению оружия. Ну и наверняка существуют какие-то требования к хранению этого оружия. Обязательно. Значит, к хранению оружия у нас предъявляются требования, установленные постановлением правительства Российской Федерации. Оружие должно храниться в условиях, устанавливающих безопасность, исключающих доступ к оружию посторонних лиц. За это предусматривается наказание, если оно хранится ненадлежащим образом? Гражданин подлежит административной ответственности. Владелец оружия, хранящего ненадлежащим образом, подлежит административной ответственности. Хорошо. Но вот, тем не менее, ведь такие печальные случаи происходят, несмотря на жесткие требования. Где гарантия, что оружие сегодня не приобретет психически нездоровый человек, например? Справку можно подделать, купить? Ну, вы знаете, подделать справку, купить. Дело в том, что прежде чем выдать лицензию гражданину на приобретение оружия, сотрудники органов внутренних дел, которые осуществляют это лицензирование, они проводят проверку достоверности представленных документов, делают соответствующие запросы в учреждения здравоохранения, и соответствующие запросы в всевозможные инстанции проверяют представленные гражданином документы. И только после этого принимается решение о выдаче лицензии. А насколько богат арсенал жителей Хабаровского края? Существует какая-то статистика? Ну, в Хабаровском крае на учете в органах внутренних дел в настоящее время зарегистрировано порядка 80 тысяч единиц оружия. Владельцев оружия 45 тысяч. И если разбить по типам оружия, значит, это около 50 тысяч единиц оружия охотничьего, все остальное это оружие самообороны. Но это в любом случае огнестрельное оружие, не травматическое? Дело в том, что травматическое оно сейчас тоже огнестрельное, называется оно огнестрельное оружие ограниченного поражения. И вот таких единиц оружия у нас порядка 12 тысяч, и около 6 тысяч газового оружия единиц у граждан на руках. Даже в нашем городе сегодня нередки случаи, когда по улице расхаживают не совсем адекватные люди и размахивают травматическим пистолетом. Ну, такие случаи бывают, но они пресекаются сотрудниками органов внутренних дел, и принимаются меры к таким гражданам, вплоть до аннулирования лицензии, разрешений и изъятия этого оружия. А если говорить о других средствах гражданской обороны, например, газовые или перцовые баллончики, их использование законно? Это тоже у нас относится к гражданскому оружию. Газовые и перцовые баллончики, искровые разрядники, электрошокеры. Все это относится к оружию самообороны, к гражданскому оружию. Применяется гражданами, оно должно исключительно для самообороны. Только с этой целью. А были случаи применения такого оружия в школах? Таких случаев не было. То есть профилактическая деятельность наших подразделений и вообще в целом органов внутренних дел, я думаю, она адекватна в нашей складывающейся обстановке. И в таких случаях в Хабаровском крае не было. Но и все же, если этот тип оружия, он доступен, если вдруг такой случай произойдет, то какое наказание предусматривается? Значит, предусматривается наказание, также административная ответственность. Например, если будет использовано травматическое оружие, у нас стрельба в населенных пунктах запрещена и в неотведенных для этого местах. А если еще в отведенных местах с нарушением установленных правил, то гражданин подлежит административной ответственности. А что касается шокеров, они тоже законны? Шокеры. У них продажа шокеров на территории Российской Федерации разрешается только отечественного производства российского. Параметры этих шокеров устанавливаются соответствующими органами сертификации. И продаются они, ну, к сожалению, сейчас они пока продаются без лицензий. Гражданин может купить его исключительно в целях самообороны. Применять может для защиты своей жизни, здоровья и также для защиты собственности в условиях необходимой обороны и крайней необходимости. Во всех иных случаях запрещается применять. Кроме этого, запрещается оружие с собой носить на митинги, шествия, культурные массовые мероприятия, спортивные и так далее. Ну, а как часто в нашем регионе случаи, когда человека привлекают к административной ответственности за незаконное хранение и использование оружия? Ну, вы знаете, значит, в текущем году, в текущем году мы привлекли, вернее, в прошедшем году мы привлекли порядка четырех тысяч человек за нарушение правил хранения оружия. Но все они понесли только административные наказания? А, естественно, уголовная ответственность наступает немного в иных случаях. Это когда незаконный сбыт хранения, ношение. То есть гражданин, не имеющий лицензии, никогда каким-то образом достает это оружие. Значит, в таких случаях нарушитель подлежит уголовной ответственности. Вот вернемся еще к вопросу об огнестрельном оружии. Сегодня же существует такая практика, когда правоохранительные органы объявляют, как проходят акции «Сдай оружие», и за них предусмотрены даже денежные компенсации. Насколько это является стимулом для того, чтобы граждане сдавали оружие? Акция проводится у нас давно, с 2000 года. Единственное, что был такой момент, когда в 2012 году выплаты не производились. Там был ряд причин, по которым они не производились. В 2013 году, с июля месяца, эта акция возобновилась. Начали выплачивать гражданам деньги. Гражданин может сдать оружие, которое у него на законных основаниях, которое у него незаконно хранится. Принести его в любой орган внутренних дел. В органах внутренних дел созданы комиссии, которые оценят состояние этого оружия, пригодность его к дальнейшему использованию. То есть, полностью проведут его оценку. Естественно, примут это оружие, его оприходуют. И гражданину впоследствии, в течение 20 дней, материалы эти будут рассмотрены, и гражданину будет выплачено вознаграждение. Что несут и сколько платят? Что несут? Несут все. Несут карабины, ружья, пистолеты, револьверы, газовые, травматические, патроны. Сколько платят? Ну, к примеру, за сданный карабин гражданин получает 5000 рублей. За гладкоствольное ружье до 3000 рублей. Газовые пистолеты, травматические пистолеты, 1500 рублей. Ну и так далее. Все с этими расценками, значит, они выложены у нас на официальном сайте ОМД России по Хабаровскому краю. Там с этим можно ознакомиться. С этой акцией, с порядком ее проведения, условиями проведения ее. Вот, смотрите, если затронуть такой этический момент вопроса, я вернусь к случаю в московской школе. Как вы думаете, кто все-таки изначально в этой ситуации виновен? Родители, которые вот оставили доступным это оружие? Или все-таки вопрос гораздо глубже и серьезнее? Вы знаете, сейчас оценку дать этому случаю, конечно, дадут компетентные органы, которые разбираются в данном происшествии. Но я скажу, вот, со своей точки зрения, конечно, владелец оружия, то есть отец мальчика, да, он виноват в том, что, значит, он не обеспечил сохранность этого оружия. И мальчик просто получил доступ к нему и впоследствии, конечно, воспользовался. И вот такие трагические события наступили. Спасибо вам за интервью и до свидания. Спасибо большое.